Премьера в Театре Чехова. Спектакль по рассказу Чингиза Тматова, пеги-пёс «Бегущий край моря», поставленный литовским режиссёром, который переехал в Молдову из Украины. Увидеть новую постановку театралы смогут уже завтра, а сегодня наша съёмочная группа побывала на одной из последних репетиций перед премьерой. Мне прибыли, мы дома будем плыть, а нет, я приеду сейчас этот каяк верну, и все пойдём кормить рыб, будем плыть, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Три смелых охотника маленького народа Нивхи отправляются на поиски нерп. Вместе с ними в море впервые выходит 11-летний мальчик. Для Кириска это не просто увлекательное путешествие, а настоящий обряд инициации. Вернуться домой мальчик должен взрослым мужчиной и настоящим охотником. Однако повзрослеть ребёнку придётся, одолев стихию и столкнувшись с отчаянием, ненавистью, любовью и смертью. «Пеги-пёс, бегущий к краю моря» Чингиза Айтматова – спектакль литовского режиссёра Лина Сазайкаускаса, поставленный на сцене столичного театра имени Чехова. Пить и есть! Пить и есть очень хочется домой! К море! Это что-то новое и нестандартное, неординарное. К тому же ещё и мальчика играть, ещё и такого, они немножко шпаняты такие, и могут и материться, и драться постоянно, они необразованные. И режиссёр всегда требует по правде, и это ещё было интереснее. Это для меня абсолютно новое что-то необычное, и, так скажем, сложное, и интересное именно тем, что оно сложно. «Пеги-пёс, бегущий к краю моря» обещает быть очень неожиданным для постоянных зрителей театра Чехова. Но с новшествами и даже трудностями в работе над спектаклем столкнулись и опытные актёры. Вера Марьянчик, мастер искусств Молдовы, исполняет роль рассказчика. По словам актрисы, ей пришлось не только вживаться в непростой образ, но и параллельно учиться новому. Приходится преодолевать какие-то свои штампы, наработки, чтецкие навыки. Это всё сюда не подходит. Всё здесь не работает, не читается. Потому что сама история очень ёмкая по накалу чувств, которые должны вызываться в зале, но не здесь. А для того, чтобы получить эту обратную реакцию, надо быть очень достоверным. А это сложно, наверное, сложнее всего. Лина Зайкаускас, режиссёр из Литвы, работал в Одессе, а после того, как в Украине началась война, вместе с семьёй переехал в Молдову. Здесь ставил спектакли в Бельцах и Кагуле. Рассказывает, что интерпретировать и воплотить на сцене рассказ Чингиза Айтматова решил не просто так. Проблемы малых народов знакомы режиссёру, потому что он сам представитель одного из таких. Также Лина Зайкаускас говорит, что театральному зрителю нужны спектакли, которые вызывают самые разные эмоции, оставляют необходимость размышлять и даже вызывают слёзы. А это, уверен Лина Зайкаускас, верный путь к нравственному очищению души. Я представитель очень маленького народа. И это для меня как-то очень важно. Это всегда меня трогает, когда речь идёт о маленьких народах, у которых уже не задача жить лучше и лучше, а задача просто выжить. Главный потребитель, извините за это некрасивое слово, но так скажем, искусство – это женщина. Она с собой приводит мужчин. А женщины, мне кажется, не меньше, чем смеяться, любят и поплакать. Премьерные показы спектакля «Пеги и пёс, бегущий к краям моря» состоятся в Театре имени Чехова 18 февраля в 18.30 и 18 февраля в 6 часов вечера.